здравствуйте всем сегодня я хочу приготовить суп там ян это тайский суп но я не познакомилась не в таиланде меня познакомил с ним один мой товарищ сказав о том что он занимает второе место тем самым он меня заинтересовал им и я решила приготовить его у себя на кухне нам потребуется бульон бульон может быть разный это может быть мясной куриный звеной я решила приготовить рыбий бульон из семки я почистила голову рыбы вытащила жабры оттуда помыла ее и нальем теперь в кастрюлю воды и собственно города поставим на плиту чтобы чтобы приготовить бульон когда приготовили бульон подсадим его через сито для супа потребуется рыбий соус помидоры кинза кафрского лайма галангал напоминающий наш имбирь лемонграсс красный перец я купила в магазине готовую пасту для приготовления супа там ян и конечно же морепродукты это креветки у меня сортие кальмары осьминоги мидии кокосовое молоко 17-19 процентов но не кокосовые сливки обратите внимание просто кокосовые сливки свернутся в бульоне поставим бульон на плиту у меня 800 миллилитров вместо бульона может быть обычная вода подготовим базу для там яна нарежем корень галангала но если вы не найдете можно взять обычный наш имбирь нарежем лемонграсс он придаст супу особенную кислинку можно не жалеть взять можно три стручка нарежем чеснок все спицы которые мы нарезали отправляем нашему бульону также добавляем листья кафрского лайма добавляем кипеть 5 минут до тех пор пока наш бульон не станет слегка зеленоватым далее через сито процедим бульон вернем наш бульон на плиту и добавим кокосовое молоко добавляем готовую пасту там ян рыбий бульон а в это время почистим креветки от панциря и от спинного мозга разрежем креветки пополам и разрежем морепродукты голова рыба остыла мы ее почистим после того как закипел наш бульон там ян мы добавляем морепродукты резаем помидоры можно использовать помидоры черри но я использовала обычный помидоры морепродукты варим одну минуту также можно добавить любые грибы не имеющие ярко выраженного запаха конце уже добавляем один небольшой томат нарезанный и один лист кафрского лайма тут можно отключить и в это время нарезать кинзу конечно же тайская кинза отличается от нашей кинзы по аромату и она более хрустящая но на нашем рынке ее не найти вы хотите сделать суп более острым добавьте него немного перца птичий глаз также в суп можно добавить немного свежевыжатого лимонного сока если вам не хватает лимонного аромата и кислоты там ян обычно подается сотворным рисом для того чтобы погасить остроту а также наступать своего рода скраба потому что очищает нашу горта от частичек острой пищи добавить что замораживать бульон нельзя после разморозки он расслоится на его можно держать в холодильнике в течение трех дней вот такой прекрасный суп приготовили надеюсь вам понравится мой рецепт вы с этим рецептом также познакомитесь у себя на кухне и повторите его потому что суп действительно очень вкусный и как мы сказал один товарищ занимает второе место после борща в мире подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и комментарии жду вас нетерпения своем канале до новых встреч пока пока